у нас наконец-то миндаль расцвел 20 мая вчера еще кое-как а сегодня вот вообще полностью раскрылся миндаль пчелки слива наконец-то может мы уже попробуем вдоволь слив в этом году слива шмели и пчелки нам помогут японская эва начала цвести сегодня прям сегодня он начинает открываться она будет вся завтра в цвете красота сегодня прям цветущий день вишня зацвела вернее только зацветает он вся в пупырышках но уже кое-какие открываются дождь вчера шел и сегодня пасмурно с утра поэтому деревья не торопятся не торопятся но уже к вечеру я думаю все откроется зато кедрики не подвели в этом году я вот так беру каждый раз когда выхожу в сад и так противовоспалительная против всякой заразы для восстановления сил здоровья и желания жить и трудиться яблонька не торопится видите только-только-только покраснели чуть-чуть совсем не торопится но он молодец нечего попадать еще под ранние морозы под холодные ночи дождемся все равно зато красная смородина цветет хоть и не пахнет уйма будет уйма цвета и надеюсь все это созреет будет красной от смородины вы посмотрите какая в этом году а жимолость уже цветает уже привяли ее цветочки все равно еще пчелки по ней летают скоро будем жимолость пробовать очень вкусно в прошлом году была она такая большие длинные синие ягоды и очень сладкие так что у нас два кустика там побольше этот поменьше но я надеюсь что попробуем в этом году найдемся вот так черная смородина начинает цвести такие у нее интересные соцветия и тоже уже пчелки летают и очень будет много я надеюсь и очень будет вкусно и полезно для всех наших приглашаю всех в гости я желаю всем здоровья это крыжовник цветет вот так не знаю видно ли будет на экране очень тоже рясно цветет и будет очень вкусно я надеюсь вот пчелка его пыляет молодец будет крыжовничек розовенький он не колючий он очень сладкий вкусненький еще вот такие типа ландыши у нас уже зацветают сегодня практически вот ландыши не знаю я их называю ландыши но они по колено очень высокие и интересные очень красиво потом получается красные ягодки из этих цветочков не знаю как называется может кто-то знает подскажите но они таки оказались неприхотливы я посадила один горешок а теперь они разрослись по всему саду я рассадила и в общем будет красота маргаритки посмотрите какой крупняк они у меня уже по всему саду на саду ванчиками конечно я очень люблю маргаритки я их специально сеяла и вот они уже идут я хочу чтобы они вместо бурьяна у меня весь сад заполонили только-только-только чуть-чуть набухает сирень это 20 мая 22 года вот второй год как у нас начинает свисти сирень только два года ей в прошлом году она две веточки показала нам а в этом году уже вся так что красота надеюсь и белая сейчас в этом году появится вот маргаритки по дорожкам им все нипочем по дорожкам в саду в грядках везде он уже не борются с одуванчиками мои умнички мои красотулечки а это эти так называемые ландыши 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 нарциссы оказались настолько неприхотливы растут вот так просто в траве и радуют еще и пахнут красотули но оказались живучие это думал что у нее нежнейшие нежнейшие все хочет жить все хочет расти цвести и пахнуть сирень будет первый раз цвести в этом году тоже синяя оказалась у меня и белая есть но она позже зацветает надеюсь в этом году зацветет а может быть еще нет молодая я посадил ее три года назад папоротник принесли из леса и он был такой чахлый чахлый я вот его обработала убрала отсюда сорняки и он повылазил посмотрите какие эти по зимой так что будем ждать когда он зацветет не могу не похвастаться туечкой золотистой вот это у меня все вырос выращено из веточек из череночков из одной туечки которую я там увидела в боровске и уже у меня здесь высажена в сад раз два три четыре четыре туечки а остальные еще в детском саду сидят но вот смотрите уже все результат есть какая красота из золотистыми кончиками она любит солнце и желтеет на солнце золотая становится